Здравствуйте! В результате аварии на трассе погибли два человека. Все подробности далее. Авария произошла около трех часов дня на 186-м километре трассы Волок до Новая Ладога. В предварительной версии водитель автомобиля Лифан выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. В результате ДТП легковой автомобиль загорелся. В нем передвигались мужчина и женщина. Оба скончались. 48-летний водитель большегруза не пострадал. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Ну а инспекторы ГИБДД, в который раз напоминают к авариям, приводят наглые и необдуманные маневры. Участники дорожного движения не раз замечали. Те, кто бесконечно обгоняют на трассе, по времени ничего не выигрывают. В город приезжают одновременно со всеми. Проследим за движением одной машины. Ее водитель как раз доказал, существенно оторваться от других автолюбителей не получается, как ни крути. Трасса Вологда-Новая Ладога водитель Hyundai Solaris начинает обгон, а завершить как будто забывает. Едет по встречной полосе. Хорошо, видимо, комфортно в полосе-то один. Но уйти обратно на свою сторону дороги все-таки пришлось. Впрочем, уже через минуту водитель вновь выезжает на встречку, причем перед близко идущим транспортом. Что выиграл, непонятно, но водителю виднее. Еще через минуту снова тот же маневр и опять перед встречным транспортом. Меньше минуты и водителю опять не терпится выйти на встречную полосу. Между тем, глобального отрыва не получается. Позади все те же машины, которые никуда не спешат. А этот водитель вновь торопится и кидается под встречный транспорт. За пять минут пять выездов на встречную полосу. Один из них в нарушении правил. Итог. К экипажу ДПС этот водитель приехал ровно с теми, кого так усердно обгонял. А теперь и вовсе усилия сведены к нулю. Остановили полицейские. Я понимаю, я нарушил, да. Но я не пересекал ни к сплошному. Абсолютно пересекли. Я обгон, я просто завершил обгон. Вы пересекли сплошную линию разметки, увидев знак запрещающего. Когда я обгон начал, я... Конечно, все на камере есть. Вы даже не попытались переместиться, занять свою полосу. Продолжили свое движение. Очень агрессивное вождение у вас. Я понимаю, вы куда двигаетесь? Да на охоту. На охоту. Сколько стаж водительский у вас? Ну да. Круглогодично ездите на машине? Конечно. А вот вы задумаетесь, сейчас массовый выезд. Сейчас едут водители с разным стажем вождения. Молодежь едет отдыхать, у которых может быть месяц, два, три года вождения. Пенсионеры, которые ездят только в весенний, летний период. И у них, соответственно, может быть, какие-то трудности возникают при движении по загородной трассе. А тут вы со своими маневрами. О бесполезности таких маневров говорят опытные водители. Об опасности инспектора ГИБДД. Можно не успеть вернуться в свою полосу, совершить лобовое столкновение и в аварии не выжить или убить других. Но, как показывает практика, именно такую нетерпеливую категорию не выразумить. Они искренне верят, что едут быстрее всех, что не они, а им все мешают на дороге. И тем, кто плетутся 90 км в час, нечего делать на трассе. О последствиях такой самоуверенности можно и не говорить. Все все прекрасно знают. Ну а инспекторы ГИБДД надеются, наступивший дачный сезон пройдет спокойно и дают напутствие водителям. Кусты сзади не мешают. В случае экстренного торможения в вас не полетят. Ну и плюс водители, так называемые дачники, которые ездят только в весенний, летний период. На них внимание обращаем особое. Потому что необоснованные маневры могут совершать, растеряться в чем-то, потеряться. Кто-то превышает, кто-то, может быть, нарушает. Никуда не торопимся. Все строго и согласно правилам. Пожалуйста, контролируйте своих пассажиров, потому что заблуждаются многие о том, что сзади пристегиваться не нужно. Пристегнутые в автомобиле должны быть все спереди, сзади, водитель, дети. Следующая информация для пешеходов. Обязательно они по желанию. Сотрудники ГИБДД напоминают, передвигаясь по трассе, пешеходы должны закрепить на одежде светоотражающий элемент. В противном случае инспекторы могут выписать штраф. Размер наказания 500 рублей. Как правило, люди передвигаются в темной одежде, что делает их совершенно невидимыми. Скорость движения на трассе высокая, курсирует больше груза. Водители порой просто не имеют возможности экстренно затормозить. Несколько светоотражающих элементов на одежде помогут водителю заранее увидеть человека. Элементы отражаются в свете фар. Еще раз напоминаю всем пешеходам. В темное время суток, если в условиях недостаточной видимости, вне населенного пункта, необходимо, чтобы на пешеходах были светоотражающие элементы. Это могут быть значки, полоски, какие-либо браслеты или еще какие-либо светоотражающие предметы. С 20 июня по 20 июля сотрудники Гостехнадзора совместно с ГИБДД проводят операцию «Мотовездеход». Все подробности далее. Проверено немало техники. Выписано 8 постановлений по нашей линии. Штрафы, напомню, за нарушение правил эксплуатации 300 рублей, за нарушение правил регистрации статья 19.22 – 2 тысячи рублей. Я вас попрошу, уважаемые собственники машин, обращаться в инспекцию и регистрировать приобретенные ваши машины. Я напомню перечень документов, необходимых для предоставления в инспекцию Гостехнадзора. Для этого нужен паспорт самоходной машины, договор купли-продажи, квитанция на 2350 рублей. Технику надо предоставлять на осмотр. Либо вы ее предоставляете в инспекцию Гостехнадзора по адресу Кирилловское шоссе 50 для осмотра инспектора, либо надо звонить по телефону и договариваться о том, чтобы вашу технику осмотреть. Если же ваша техника, бывает и так, находится не в Череповецком районе, а увезена в какой-то другой район, тогда можно обратиться в инспекцию того района, где находится ваша техника, для того, чтобы инспектор осмотрел и сделал акт осмотра машины, с которым можно будет обратиться в нашу инспекцию, и мы вашу машину зарегистрируем. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся в пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова